Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Григорий Великий пишет «Замечательно, что слепец, по сказанию, получает прозрение тогда, когда Иисус приближается к Иерихону, ибо Иерихон означает луну, а луна на священном языке служит образом немощи плоти, потому что она, когда в месячном своем течении убывает, тогда служит образом нашей смерти. Итак, когда Создатель наш приближается к Иерихону, тогда слепец получает прозрение. Что значит? Что когда божество приемлет на себя немощь нашей плоти, тогда род человеческий восприемлет потерянный им свет. Ибо поскольку Бог терпит человеческое, поскольку человек получает силы к божественному, этот слепец, по Писанию, сидел именно при пути и просил милостыню, а сама истина говорит «Я есть путь! Ас есть путь!» Здесь Григорий Великий, Папа Римский, дают ссылку на Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, где Христос говорит, что Он есть путь. И действительно, если мы видим, что часто исцеляются люди, которые при пути, при дороге, это значит характеристика им, что они как-то приблизились ко Христу, то есть проявили какие-то религиозные качества, духовные качества, ибо Христос и есть путь, истина и жизнь. И вот слепой сидит у дороги при пути, и, услышав, что мимо Него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Почему он называет Христа сыном Давидовым? Потому что он исповедует в нем Мессию, Христа Спасителя. А Григорий Великий пишет, «Итак, тот слепец, кто не имеет понятия о ясности Света Вечного, но если он уже верует в Искупителя, то сидит при пути. Если же верует, но не хочет просить о даровании ему Света Вечного и не морится, то он слепец, хотя и сидящий при пути, но не просящий в милостыне. А если кто и уверовал, и познал слепоту души своей, и молится о даровании ему Света Истины, то он слепец, сидящий при пути, и просящий в милостыне. Итак, кто сознаёт мрак слепоты своей, кто имеет понятие о том свете Вечности, которого нет у него, тот сердечно выпьёт и умиленно взывает Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя». О чём здесь рассуждает святитель Григорий Великий? Он рассуждает о том, что люди бывают духовно слепыми, но они этого не видят. И не видят именно потому, что они духовно слепы. А они видят, они пребывают, хотя и при пути, там в церковь ходят, молятся, но они не просят о том, чтобы свет Христов усилился бы в их жизни, свет познания правды Божьей. Поэтому есть преимущество вот этого слепого. Он при пути, но он не молчит, он кричит, он, мы прочитали, тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И мы тоже, пока мы полностью не прозрели, мы должны выпиять и просить у Бога, чтобы он дал нам духовный рост, духовное прозрение, не только нам, но и нашим родным и близким, чтобы путь спасения открывался бы нам и через нас, другим людям. Вшедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, что ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. Вот то, что Христос спрашивает, что ты хочешь от меня, немножко непонятно, ведь Господь лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, но Господь хочет выяснить, а мы-то это понимаем, в чем мы нуждаемся в первую очередь, а в чем во вторую, а в чем в третью. Поэтому он и спрашивает, что ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал им, прозри, вера твоя спасла тебя. И он в тот час прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, в виде этого, воздал хвалу Богу. Блаженный Феофилак пишет, заметь и благодарность исцеленного, ибо он пошел за Иисусом, славя Бога и других, располагая к прославлению Его. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,